Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я Мария Бересневич. Смотрите сейчас. О настоящем и будущем председатель Горсовета депутатов встретился с работниками ТАИМа. Рассказать ту позицию, которая прозвучала со стороны президента Республики Беларусь. О чем еще говорили? Свобода или здоровье? Эпидемиологи продолжают проверять тех, кто обязан находиться в самоизоляции. Здравствуйте. Центр гигиены, эпидемиологии и милиции проверяем самоизоляцию. Что грозит нарушителям? Азбука безопасности. МЧС завершила республиканскую акцию. Что нужно делать в случае, не дай бог, пожара? Ну и чего нельзя делать для того, чтобы не допустить беды? Куда на этот раз заглянули спасатели? А также антиковидная вакцина, опасный долгострой и прощая легенда. Ушел из жизни актер Андрей Мягков. Какими ролями запомнился народный артист? По следам Всебелорусского народного собрания глава депутатского корпуса встретился с коллективом ТАИМа. Делегат Михаил Желудов отдельно остановился на каждой из сфер – социальной, политической и экономической. Поделился и личными впечатлениями от участия в Народном Вече. В частности, самым главным на собрании для себя выделил выступление президента. Высказался председатель городского совета депутатов и о конституционной реформе. В этом году будет не только разработан новые варианты главного закона, но и вынесено республиканское референдум. Это основная задача, которая сегодня стоит перед каждым делегатом – все-таки побывать в трудовых коллективах и рассказать ту позицию, которая прозвучала со стороны президента Республики Беларусь, со стороны непосредственно всех поступающих на Всебелорусском собрании. А это достаточно такой серьезный посыл, это достаточно, наверное, правильный лозунг, который был принесен министрами иностранных дел – это «Люблю Беларусь». И это, казалось бы, эмоционально звучит, но вместе с тем это то, что, наверное, нашло отражение во всех выступлениях, которые были на Всебелорусском собрании. Напомним, Всебелорусское народное собрание прошло 11-12 числа в Минске. Бобруйск представили 45 человек. Главным итогом Народного Веча стало принятие программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку. Оставайтесь дома. В городе продолжаются рейды по самоизолированным. Речь о контактах первого уровня и тех, кто заразился коронавирусом. Всем им предписано не покидать свое жилище и соблюдать карантинные меры. Как это работает на деле – давайте посмотрим. Эпидемиологи и сотрудники УВД продолжают рейды по самоизолированным. На этот раз в списке – пятый микрорайон. Всего 40 адресов – Шинная и проспект строителей. В квартирах – коронавирусные больные и контакты первого уровня. Здравствуйте. Центр гигиены и эпидемиологии и милиции. Проверяем самоизоляцию. Валентина Ивановна, вы дома? Скажите, контакты первого уровня с вами есть еще дома? Всем дома находят. Хорошо. По какое число вы самоизоляция знаете? По 22-ю. Хорошо, спасибо большое. Выздоравливайте. До свидания. К контактам первого уровня, напомним, относятся те, кто имел тесное общение с инфицированными за 4 дня до проявления симптомов COVID-19 у последних и в течение 10 после. Сам же термин «тесный контакт» подразумевает взаимодействие людей друг с другом в течение 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования маски. В таком случае заболевший и контакт подлежат обязательной самоизоляции. Срок – 10 дней. Люди имеют право посещать ближайший магазин, ближайшую аптеку, выносить мусор, выгуливать собраку 500 метров вокруг дома. Все он необходимо делать в маске и в перчатках. При нарушении правил самоизоляции предусмотрен штраф до 50 базовых величин. А это 1450 рублей, а также неполная оплата больничного листа. Могут наложить и административный арест, ведь речь идет о безопасности окружающих. Как показывает практика, нарушители есть, но это скорее исключение, нежели правило. Врачи предупреждают – 85% носителей коронавируса переносят болезнь в легкой и средней форме. Симптомы могут и вовсе отсутствовать – ни температуры, ни кашля, ни потери обоняния. Но если стало плохо, обязательно звонить по номеру 103. Вчера было два человека, вот мы приезжаем, а состояние, наверное, ухудшилось, скажем так, и людей госпитализировали. Мы уточняем эти сведения и звоним, допустим. Или вот сегодня мы приедем, кого-нибудь не будет дома, дверь не откроют, мы будем связываться с этим человеком по телефону, устанавливать его местонахождение и уже в соответствии с этим принимать или не принимать какие-то меры. Десять адресов и ни одного нарушителя. Такая тенденция, признаются специалисты, не может не радовать. В борьбе с коронавирусом не должно быть компромисса. На кону здоровья. Хоть эпидситуация в стране и улучшается, уже в марте на фоне сезонного роста ОРИ может увеличиться заболеваемость COVID-19. От третьей и даже четвертой волны, отмечают медики, мир пока не застрахован. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бабруйск-360. В Беларуси выздоровели выписаны 263 368 пациентов с COVID-19. Зафиксированы 273 659 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 732 695 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Завершилась иммунизация медработников страны первым компонентом вакцины «Спутник Ви». Больше всего заявок на прививку подали в столице и Минской области. Затем идут Брестские и Витебские регионы. Вакцинацию прошли те специалисты, которым это было разрешено по состоянию здоровья. Тем временем в Минской области началась запись желающих сделать укол здоровья. Массовая вакцинация населения планируется со второго квартала этого года. Меньше юристов, бесплатная услуга и книжный форум. В столице открылась международная выставка-ярмарка. В чем ее уникальность? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские вузы уменьшат прием на экономические и юридические специальности. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, сейчас идет работа над конкретными цифрами с каждым учебным заведением. До 1 апреля планы должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Ожидается, что в среднем они уменьшатся на 6%. Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Ведомство проводит в феврале горячие линии во всех областях страны. Жители регионов сообщают о недостроенных объектах и их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности. Комитет, в свою очередь, анализирует меры для сокращения числа таких построек. Белпочта в честь 23 февраля окажет бесплатную услугу. Таким образом, в День защитников Отечества все желающие могут купить почтовые карточки, работники компании бесплатно доставят их в любую точку страны. С полным списком отделений можно ознакомиться на сайте Белпочты. На предприятии уточнили, данная акция только для физлиц. В Минске открылась 28-я международная выставка-ярмарка. Всего в Белэкспо представлены свыше 300 участников из 20 государств. Самой книжной частью форума стала импровизированная кухня. Здесь представлено максимальное количество книг Белоруссии, изданных за 2020 год. Посетители выставки смогут пообщаться с авторами и героями книг и погрузиться в творческий процесс создания произведений. Умер народный артист Андрей Мехков. Актер театра и кино скончался на 82-м году жизни. Большая популярность пришла к актеру в 1975-м после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «Слегким паром». Мехов запомнился зрителем и ролью Новосельцева в комедии «Служебный роман». Кроме того, актер сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Нетурбиных» и «Жестокий романс». Безопасность в каждый дом. Сегодня акция ТМЧС достигла своего апогея. В поле зрения спасателей – торговые центры. Этот этап пятый по счету. Интерактивная площадка расположилась на Минской 133. Здесь любой желающий смог стать участником викторины за правильные ответы и сувениры, плюс нужный багаж безопасных знаний. Люди-то разные приходят в торговый центр, поэтому здесь у нас и безопасность детская, и безопасность для взрослых, которая связана с печным отоплением, с безопасностью электропроводки, необходимостью установки извещателей пожарных. Детям напоминаем также о безопасности, что нужно делать в случае, не дай бог, пожара, ну и чего нельзя делать для того, чтобы не допустить беды. Напомним, акция стартовала 18 января. Главное – привлечь внимание горожан к проблеме пожаров. Несторожное обращение с огнем – самая распространенная причина ЧП. Кроме того, статистика свидетельствует – более половины происшествий возникают по вине людей, которые безответственно отнеслись к выполнению правил пожарной безопасности. Новые дома и новые возможности. В комплексе «Минск Волд» начались продажи квартир сразу в четырех новых домах. Они уже возводятся. В начале – самые выгодные цены и привлекательные условия. Подробнее в репортаже. Еще не переехали в «Минск Волд» в самое время. Только сейчас начало продаж квартир, общественных и коммерческих помещений сразу в четырех домах. А это значит лучшие цены и лучшие условия. Сразу скажем, долго такая недвижимость хозяев не ищет. Квартиры, общественные и коммерческие помещения раскупаются со старта. В разных кварталах с разными названиями, но с неизменными стандартами качества и сроками ввода в эксплуатацию. Итак, Таллинн, Лас-Вегас, Валенсия, Ереван, Тбилиси. Название дому в каждом – колорит страны. Не просто название. Про преимущества каждого и про стоимость квадратного метра. В доме Валенсия всего от 1999 рублей. Такие цены только на старте. Из положительных моментов – рассрочка на 100 месяцев. Квартиры различные – от 27 квадратов до 75. При этом квартиры можно объединять. Это позволяет свободная планировка. В квартирах второго этажа – просторные террасы. На первом этаже – коммерческие помещения. По плану – это кафе, аптеки и магазины непродовольственных товаров. Валенсия расположен в квартале Южная Европа. Внутри квартала – закрытого движения машин, детский сад, комплекс спортивных и игровых площадок. Дом Лас-Вегас в квартале Северная Америка. Внутри этого квартала – две школы, поликлиники, взрослая и детская. Парк в шаговой доступности. Квартиры здесь от небольших студий в 27 квадратов до 72 метров. Это позволяет создать четырехкомнатные апартаменты совсем необходимым. На первом этаже дома – восемь свободных коммерческих помещений. Это могут быть объекты торговли и сервиса, и они ждут собственников. Цена квадрата в Лас-Вегасе – от 2630 рублей. Дом Таллинн – квартал Северная Европа. Цена от 2600 рублей за метр. И рассрочка от застройщика на 100 месяцев. Это более 8 лет. Дом рядом с улицей Кижеватого. Внутри квартала – детский сад. В пешей доступности новый городской парк. Общественные помещения – крупнейший в стране торговый центр. Дом невысокий – 10 этажей. Квартиры от 30 до 57 квадратных метров. В каждой – квартире лоджи. На седьмом этаже – дополнительные балконы. На первом этаже коммерческие помещения с высотой потолков почти 4 метра. И они пока свободны. Теперь о домах Ереван и Тбилиси. Это квартал Евразия. Оба дома объединяет цена за квадрат – 2590 рублей. И дара срочка на 100 месяцев от застройщика. Оба здания под 19 этажей. На первых – квартиры с открытыми террасами. Высота потолков здесь больше 3 метров. Квартира от небольших студий до просторных в 72 метра. И при этом конструкция позволяет квартиры объединять. Все квартиры, общественные и коммерческие помещения возводятся в многофункциональном комплексе «Минск Уорлд». Застройщик опережает условия, предусмотренные инвестиционным договором. Строятся одновременно и дома, и общественные, и коммерческие помещения. Это почти в центре города. 5 минут на метро. Здесь проходит третья линия. И столько же минут на автомобиле до площади независимости. Новый стандарт города в городе. В комплексе 8 школ и 12 детских садов. Взрослая и детская поликлиника. Медцентр. Проблему с авто решают многоуровневые паркинги. И именно здесь возводят Международный финансовый центр. Международный финансовый центр – это несколько тысяч новых эффективных рабочих мест и инвестиций с востока и запада. И само здание возводят в партнерстве с арабскими архитекторами и финансистами. Неподалеку будет и новый торгово-развлекательный центр. Кстати, крупнейший в стране. Позиция застройщика квартиры в Минску Урл должны быть доступны любой семье со стабильным доходом. Это и индивидуальный подход, и рассрочка, и кредитные программы. Кому как больше подходит. Сейчас, по случаю Дня всех влюбленных, еще и скидка в 50 евро с каждого квадрата, кто заплатит за свои метры сразу. Это ваше жилье, и нет повода откладывать переезд в долгий ящик. Район хоть и молодой, но застраивается быстро. Как быстро и квартиры находят своих хозяев. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!